Здарова, бандиты. С вами ВГРУВЧАН, поля сражений, играем-побеждаем. В предыдущем видео я недорассказал про... ...вот эту стратегию, почему игра поломана, почему джин имба. В этом видео постараюсь закрыть эти вопросы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе. Бран. Почему Бран? Потому что Бран генит триплеты. Опять же, я рассказывал в предыдущем видео, если не смотрели, посмотрите. Что нам нужно генерировать триплеты, да? Генерировать ресурсы. Бран это делать может. Соответственно, для Брана мы берем любой боевой клич. На второй ход играем обилку, покупаем к этому боевому кличу пару. И через пару ходов у нас есть триплет. Потом двигаемся в четвертую таверну, собираем триплет, находим джина. GG, VP, победа. Это наш план. Но как это все будет происходить, я не знаю. Потому что игра поломана. Если я это получу и с этим выиграю, то будет просто замечательно. Так, мне это, кстати, нравится. Это, конечно, не боевые кличи, но тоже хорошо. Стоит ли прийти к продаже ментали? Да, это очень хорошая фигура. Я точно остаюсь в первой таверне. Это прям вот сборщик триплетов номер один. Потому что его... Его хвост собрать в триплет без потери темпа очень приятно собирается. Что-то у нас есть. Никого. Нет противников. Противников не чувствую. Вот. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте еще кофе. Посвятите мне свои 25-26 минут времени. Может быть, чему-то новому научитесь. Я бы двоих продал ради вот этого мурлока. Вот видите, об этих ресурсах я и говорил. Очень большие ресурсы. Очень много. Теперь я могу собирать мурлока вот этот... Ну, мурлок, хвосты. Лучше, конечно, хвосты собирать в триплет. Но этот герой может и голову собрать в триплет. Вообще на изи. Насколько долго мы остаемся в первой таверне? Я остаюсь примерно до двух... Ну, типа, за два... За два рубля выход в левел. И потом быстро-быстро-быстро в четвертую таверну двигаюсь. Чтоб собрать два триплета там. Ну, поставить на стол. Я собрать их могу раньше. Но поставить на стол... Господи, это Тома. Этот парящий страж. Ой, это парящий страж, господи. Закинатель гнева. Куча урона в лицо. Нет, не одного боевого ключа. Играем обилку. И получаем нашего замечательного мурлока. Который нам дает... Три дуплета? Три. А вот и наш триплет. Дальше что? Выходим в левел, покупаем продажи ментали. И потихонечку двигаемся в сторону... Четвертой таверны. Все очень просто. То есть, смотрите, у нас шесть рублей на следующий ход. Два, выход. Три, покупка, продажа ментали. Четыре, бранное дело. Только есть один момент. Прям очень важный нюанс. Вот прям вот... Если вы его запомните, вы будете играть гораздо лучше других. Если будете вот эту стратегию использовать. Главная фишка этого всего дела. Играть реролл не на второй таверне, а на первой. Потому что во второй таверне нам там домешивается куча ненужных для нас боевых ключей. На три зим, да... Железнозубый прыгун. Ожившая чаша. И... Ну, к первому, да, в таверне. Тут и бродячий кот. Есть и грубо гамонкул. И шанс того, что мы найдем мурлока, будет уже ниже. Поэтому мы покупаем тебя. Делаем реролл с обилки. Находим мурлока. Выходим в левел. И фризим. Все. Продаж менталь на стол. Как и руки. Все, у нас есть два... Два этих... Два триплета. Этого достаточно, чтобы играть через эту стратегию. Теперь мы идем в четвертую таверну. С выходом в четвертую таверну мы ставим... Продаем продажи менталя. Собираем вот это. К сожалению, двух... Два триплета я, наверное, не могу взять. Три. Три. В смысле, еще мурлок-волнолова. Потому что... Ну, мне придется этого продать. Иначе, если я соберу, соберется триплет голов. С другой стороны, я потом смогу еще с обилки найти триплет мурлока-волнолова. Я потеряю примерно до 20, может, до 25 хп. При хороших... При хороших разменах у меня еще останется 25 хп. Если я получу с триплета, там, Джина, Номи, Ривендера, да. То, собственно, это будет, конечно, победа. Здесь не бойтесь. Рубли, конечно, пропадают. Я, конечно, могу здесь собрать триплет. Нет. Даже два могу собрать триплета. Но я от этого выиграю меньше, чем... Значит, я проиграю больше, чем выиграю. Да, я соберу триплеты. Эти триплеты на стол поставить не смогу, потому что еще третья таверна. Нам еще целую таверну топить. Поэтому лучше просрать рубль. Лучше рубль просрать. К вопросу, что лучше собирать, головы или хвосты, лучше собирать хвосты. Потому что голову можно потом еще сыграть обилку, найти еще голов себе. И собрать еще вот триплет мурлока-волнолова. То есть вы его не особо-то и продаете, если честно, да. То есть одну голову вы продаете, покупаете вот эту голову, и вам ровно хватает денег. То есть 7 выход в левел. Продажа у вас 2 рубля. Продажа головы у вас 3 рубля. Хватает на покупку. И два триплета играете. Потом не продаете мурлока-волнолова. На следующий ход играете обилку. И молитесь, что вам приходит еще и вот этот триплет. Либо попутно собираетесь в какую-то уже сборку, которая у вас зашла. Ну, в общем, сейчас увидите. И если у меня получится показать в этой партии вам поломанного джина, который так работать не должен, то с вас лайк. Вот. А если еще и топ-1 возьмем, то подписка и коммент. Понятно? Сколько у нас получается? 29 хп до улучшения в фламиду. По-моему, просто прекрасно. Все, играем. Играем нашу стратегию. Сначала я, естественно, вот это собираю. Крошер очень хорошая фигура. Это, конечно, не джин, но так же играть можно. Крошер позволяет не проигрывать пару раундов, что позволяет выходить в более высокие таверны. Так, Бран или Толстокожий Дикорок? Вообще, Бран может мне позволить еще пару триплетов собрать. Но Толстокожий Дикорок уже даст мне с этим столом побеждать. Я думаю, что Бран лучше для этого героя. У него куча боевых кличей классных. Поэтому вот так. То есть, во-первых, можно еще хвосты накрутить через Мурлока Волнолоу, да? Хотя я его сейчас триплет собираю. Во-вторых, мы можем прям сразу же начать находить из четвертой таверны. Да, в этой партии у нас хорольных эллимов не получилось, но по-прежнему топ-2, топ-3, может быть, топ-1, если никому не зайдет, эта хорольная стата все еще светит. Блин, чувак, давай Волнолого за драму. Вот, зачем это делается? Почему именно Крошер? Потому что Крошер может очень хорошо зачистить стол при хороших заходах. К сожалению, плохой Крошер. Главное убить вот это. Ну, мы это убиваем. И тут сколько? 2-5 урона. Я еще могу себе это позволить. Можно выйти в неплохих Мурлоков здесь. Ну, так, при желании. В эллимов я бы не советовал здесь переобываться. Просто играем обилку. Вот это просто прекрасно. Играем. Находим, ищем вот этого Мурлока. А так, наверное, берем яд. Яд полезнее выглядит. Есть триплет. Не забываем, что у нас еще Бран еще одного призовет. Поэтому вот это продаем. Можно ли было собрать в более высокую таверну? Можно, нужно. Нет, скорее всего. Берем Крошера. Крошер сильный. У нас есть яд. У нас есть два Крошера, но они не особо полезны. Можно, конечно, играть через Ару, но не советую. Я бы, кстати, голову продавал. Голова в пуле для нас приятнее, но уже, на самом деле, не особо важна. Так, мне нужны какие-то нормальные боевые кличи. Пойдет. Я сделаю вот так. Потому что Палеамурлок-разведчик пришел, а я его не успел накрутить. По-хорошему, вместо него надо было брать Палеамурлока. Вот здесь у этого Джина. Джина Ривендер. Во, Хайрольчик, он выиграет игру. Здрасте, Гар. Здрасте, Трискучий Циклон. Я говорю, о соответственности заявляю, что у этого Челика будет топ-1. Если его, конечно, не вышибут. За пару раундов. Что может случиться? При некоторых обстоятельствах. Если сейчас все его пробивать будут. Но он уже получил Гара. Все, он топ-1 взял. Кто-то собрал. Я собрал 2-3 даже триплета. Ничего не получил, считайте. А он получил. Я уже выхожу в левел, потому что мне надо усиляться и готовиться к Мурлокам. Для него. Потому что, ну... Потому что... Потому что потому. Багургал, да. Переходим в Мурлоков. Это дуплет. Берем. Рерол сабилки. Вот этот триплет, да? Вау. Это очень хороший триплет. Так, мне нужно продать троих. Раз. Два. Я, наверное, Багургла продаю. Собираю тебя. Багургал не нужен уже. Так, здесь у нас... Берем Багургла, статы. По-хорошему бы яд найти. Но его хрен найдешь. Вон он у нас там есть. В принципе, наверное, не особо важно. Я возьму, наверное, тебя, потому что может быть триплет. Вол. Я понял, да? А что тут? Тут адаптозавр. Можем ли мы что-то закинуть? Как-то... Не, он у нас двойные дуплеты получает. Жалко, конечно. Но яд я руками достану. Это все мы раскачиваем. Вон здесь яд мой. На вот это существо. Что очень важно. И Багургал. На первый слот. Плюс рерол. И вышли в Мурлоков. В красивых. Красивых Мурлоков вышли. Прошеры пока что сидят. Пока что неплохо. Лучше Мурлоков? Да нет. Не лучше. Но уже потихонечку я буду от них отказываться. У меня есть шанс победить жирного Ому. На Мурлоках. Вполне себе. Кто у нас здесь еще есть? Смешанные существа. Ну, такое. Мурлоки. Я его пробил. Он слабенький. Очень мало триплетов. У меня четыре триплета. Плюс свои обилки я могу также Багургла искать в триплет. Сейчас, скорее всего, если я не найду триплет с Нида, мне придется уже отказываться. Очень много ли... Смотри, сколько урона по лицу. Это что, 1,4? Нет. Я боюсь представить, что там надо было на смерть. Мне дают вылетевшего. Ну, там что-то вообще не заход. Вообще, этот герой любит руляться в шестой таверне, а мне дают еще и вылетевшего. Но там Ому был. Ому жирный. Смотрите, по 29 бьет. Я думаю, что надо идти. Надо рашить. Надо. Так, здесь есть кувшин. Но кувшин нас не интересует. Нас интересует что? Нас интересует адаптозавра. Они с боевым ключом. Вот, адаптозавра нас интересует. Также по-прежнему нас интересуют палеамурлоки-разведчики. Их, конечно... А, они из четвертой таверны. Их до хрена еще. В пули их всего 12, насколько я знаю. Сейчас, в первой таверны 15 в пули. А, нет, 16. Второй таверны 15. Третьей таверны 12. Четвертой, по-моему, 10 даже. Знаю, что пятой таверны в пули 9 штук. А шестой таверны в пули 7 штук. То есть между 10... 10-11 их должно быть. То есть 2-3 триплета можно собрать палеамурлоков-разведчиков. Вообще можно играть кувшин. Это статы. Это хорошая фигура. Только фишка в том, что я не поспею. За скоростью... Ну, я возьму ее. Я не поспею за скоростью... Стража Лесового. Там вообще будет... Он просто в космос улетит. Если я в ближайшее время на него не зайду и не начну его выселять. А мы с ним уже встретились. Да, он мне уже... Я по нему там 7 пронес. То у меня вообще нет шансов. То есть мне важно попадать на него. Мне важно его выселять. Чтобы взять топ-1. Так я топ-4 уже взял в этой партии. Даже топ-2, я думаю, уже взял. На изи. Какие-то мехи. Ну, что такое мехи против таких мурлоков. Финалочки. Значит, не забываем про Ривендера Баблершу. Это очень важно. Минус трое. Беру кувшин, чашку не беру. Я отберу. О, вот это хорошо. Так, так, так. Еще и пришел Багургл. Я, значит, продаю одного из крошеров. Все, хватит. Оставляю крошеры, чисто чтобы дополнительные бафы получать. Ну, смотрите. Здесь есть и яд, и бабл. Просто прекрасная адаптация. Здесь берем яд. Ой, господи. Я ступил. А, не, все правильно, все правильно. Яд играем сюда. Здесь играем кувшину. Все правильно. Я подумал, что неправильно сыграл. Ну, вроде правильно все. И играем Багургл. Багургла. Триплеты адаптозавра. Надо ли делать? Я считаю, что нет. Вообще здесь мехи в партии есть. Поэтому баблтаун сюда я, наверное, найду. Ты кто вообще? Элем? Элем, элем, элем. Не думаю. Вообще можно их, конечно, поискать. Но не советую. Можно сделать два триплета вообще и на изи. Но надо быть ТЭС, чтобы сделать два триплета адаптозавра. Это очень сложно. Я бы не делал. Типа, если бы он мне двоих сразу дал бы, наверное, да. Собрал бы триплета, еще одного поставил. Просто второго еще качать надо. А просто там, в принципе, нам пофиг, потому что у них есть яды. Вот, конечно, если у обоих был бы бабл, вот это уже был бы другой разговор. Но бабл мы можем и найти. Сто процентная победа. Не забываем. Надо, конечно, его выселять. Потому что у него мои баблеры. Они мне очень нужны в этой партии будут. Против Ому. Еще надо бы вот сюда яд найти, да. Тоже идеально было бы. На одного из багурглов. Надеюсь, что это высел. 23, 33. Не захайролил, друг. 33 максималочку я ему внес. И Ому также начинает выселять. У нас в партии два хайрольщика. Один из них я. Очень приятно. Вот это мне нравится. Это я возьму. Это берем? Да, берем. Ривендера берем. Вообще, надо бы. Блин, адаптозавра на триплет не интересует. Интересно, да? Яд. Яд интересно. Потому что мне осталось вот на этого багургла закинуть яд. Так, я беру тебя. Ты кто вообще? Элем? Ну, против Элема ставлю яд на слот. Аргус гуля. Им я тупо баблера нужны. А баблеров что-то нет. Стоит ли сейчас... Так, стоит ли с Брана скрываться? Еще баблтаун вот сюда надо найти. Собственно, у меня есть куда расти. А с чего у нас начало? Тут тоже три триплета. Я бил по 33-32. Этот бьет по 43-32. Два хайрольщика в партии. Видите, какая разница? Он нашел Барона, Ривендера и Джина и насколько усилился, да? Но я как бы не отстал. Я вышел в неплохих Мурлоков. И в теории, если найдут реплет девочки-баблерши, да? И санатержиной героини, то я могу взять топ-1 здесь. То есть это вместо Брана Ривендер, вместо первого слота берется еще этот баблерши ставец. Получается два дополнительных бабла, что очень сильно помогает против элемов. Вот здесь вопрос, типа Брана на первый слот или Спору? Спору. Я думаю, что Спору пока еще сильна. Ну да, он не такой сильный. Жалко, что бабл стоит, конечно. Ну, он отправляется спать. У меня слишком много статов на этих Мурлоков. Сейчас еще надо посмотреть, сколько у него по вылетевшему ударит. Прикол знаете в чем? Он два раза с одним и тем же играет. То есть смотрите, он дрался с токи, а сейчас будет играть с вылетевшим. Ну, то есть, скорее всего, там ему не Борода теперь попался, а теперь, вот скажем, с Зерокулом попался. Ну, и что того, что того. Победить там никакой сборки не было. Ну все, погнали. Че? А вообще, обилка нам интересна? Я считаю, что нет. Как же много. Вот баблерша нужна. Ядец. Ядец. Ядец не нужен. Вот это нужно. Ну все, о, здесь еще ты, да? Бран уже лесом. Берем, играем бабл сюда. Тут как бы вопрос. Тут, по идее, я могу пока без Ривендера играть. Просто поставить героиню. А могу продать спору. И играть через Барона Ривендера и Баблершу. В принципе, так и так два бабла. Но в этом случае бабл может прилететь в Барона Ривендера. А так, один бабл прилетает куда-то сюда. Если, конечно, вот это не вскроется. В случае, если у нее на первом слоте этот будет... Ладно, я иду так. Идем так. Так я менее подвержен наличию баблов у Челика. Но не особо буду доволен, если у противника будет трескучий циклон. Очень надеюсь, что мне этого хватит. 99% на победу. Да, у нее жирные лейтенанты. Вот про этот бабл я говорил. Сейчас главное, чтобы бабл Барона Ривендера не прилетел. И вы должны победить. Давай вот по жирным погарам. Сюда бей. Шикарно. Пойдет. Еще минус один бабл. Отлично, вы еще одного вырезали. Бабл на бабл. Должна быть победа. Слушай, он казался мне сильнее. Да, казался сильнее. Но в последний раунд я неплохо усилился. Ему вот здесь яд не зашел. Рагну уже поздно. Но он не успел буквально, наверное, может быть... Ход 2, да? Он буквально не успел ход 2 сделать. Чтобы... Ну, иметь возможность со мной побороться. Вот у него был хайрол, о котором я говорил. Но все же он вот... Не способен еще меня победить. Мурлоки все-таки сильнее. Могут с ними справиться. Что очень хорошо. Вот такая партия. Да, ребят. Не показал хайрол на джине. Но показал, что Бран еще все же может себя как-то проявить. И, в принципе, наверное, играя плюс-минус так, как играл я. Главное смотреть, чтобы в наличии были мурлоки. Мурлоки, звери. Все, да. Мурлоки, звери. Это прям супер. Потому что два очень крутых токена появляются на первом... На первой... В первой таверне. Вот. И вы будете побеждать. А на сегодня все. Если понравилось видео, не забывайте подписываться. Как там? Ставить лайки. Писать комментарии. Первое место занял. Хорольщик победил. Все. Всем удачи. Всем пока. До скорых встреч. Услышимся. До свидания.